Всем привет, друзья, с вами Новый Арси Радио. Сейчас этим ранним дворским утром мы находимся в аэропорте Шереметьево, чтобы отправиться провести следующий выпуск Роги Географии не в теплый Таиланд, как это обычно делал Виталик, не на пляж Вьетнама. Да, мы пока только начинаем, нас не посылают на такие теплые... Такие лакшери командировки, нас отправили в город Калининград. Сейчас мы ждем своего рейса, попиваем кофе, бодримся этим утром и что? Все, наверное. Да, ты сказал утром. Насколько утро? 7.50 утра сейчас, чтобы вы понимали, кое-кто сегодня проснулся в 4, а кое-кто сегодня вообще не ложился. Ну вот, так что ждем рейса и покажем вам много чего интересного тогда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, прямо сейчас мы находимся в литовском ресторане и будем пробовать литовскую куклу. Как это называется, я вам сейчас не повторю, это слишком сложно. Но заказали мы, по-исто, литовскую куклу, это систилины. Как мне сообщили, это картофель, внутри которого должно быть мясо, все подается со смеканой и зеленьем. Также мы хотели заказать крем-сук, который подается в хлебе, но, к сожалению, его не касалось. Ну, нам не повезло. И традиционная дива, что еще нужно для обеда в отпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь мы находимся в чуть ли не историческом центре Калининграда на восстановленной рыбной деревне. Вы можете наблюдать вот эти здания, которые сейчас выполняют функцию гостиниц, всяких бизнес-центров, там проходят всякие переговоры. Вот. Этот комплекс называется рыбная деревня. Дальше вы можете увидеть наш шедевр города Калининграда. Это дом советов. Раньше на его месте был королевский замок, очень красивое старинное место, но власти решили его снести, чтобы построить место для своих дум, для переговоров. Они его успешно снесли, построили вон то уродство и в итоге забросили его. Короче, у нас теперь ни замка, ни переговоров никаких. А сейчас, друзья, мы собрались на самый настоящий маяк, который находится на берегу реки... Реголе. Вот, как вы найдете, это название. Вот. Отсюда отличный вид на кафедральный собор имени Манаева Канта, но позже подойдем к нему поближе. Вот. Также отсюда есть тот самый дом советов, который испортил, испортил, я думаю, все-таки достопримечательность в архитектуру города Калининграда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а под вечер мы решили зайти в популярный ирландский паб, называется Liberty, находится в самом центре Калининграда, практически у площади Победы, у Стеллы. Сейчас мы сидим и ждем наш заказ. Здесь вкусное пиво. Мы заказали швитуриз. Так вот. Разливается, как написано, с 1784 года. Пиво вкусное, плотное, отлично тянется. И место это атмосферное. Тут много посвящено каким-то великим ирландским людям. Актерам, музыкантам, поэтам. А также много посвящено книге рекордов Гиннеса, потому что именно в Ирландии ее придумали, и постоянно подключат ее какие-то копии, какие-то рекорды. Друзья, прямо сейчас мы находимся на Куршской косе, что находится между Россией и Литвой. Конкретно сейчас мы находимся в лесу, которая называется Танцующий лес. Все это название пошло из-за того, что деревья здесь обладают необычной формой. Они изогнутые и скрученные. И самое главное, что никто не знает причину этого явления, потому что кто-то ссылается на аномалию, кто-то на какой-то химический состав почвы, а кто-то думает, что это все проделал кинопланетян. Никто не знает, в чем истинная причина. Парк относится к наследию ЮНЕСКО. То есть он оберегается. Везде стоят ограждения, чтобы люди не проходили. Но поскольку это часть все-таки России, прямо сейчас нам повезло, в кадре нет людей, которые заходят за них. Но пока мы шли до этого места, видели мы такой процесс регулярно. Не знаю, как на литовской стороне с этим делом, но у нас, к сожалению, не очень соблюдается. Из-за этого деревья страдают. Все фотографируются, обнимаются, вотаптывают почву и стирают корову. А это не есть хорошо, но у Мерси-Радио не призывает так себя вести в музей-косповедник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Мы переехали на берег Балтийского моря, опять же, нам нужен кассет, на этом узком участке, где и справа и слева у тебя Балтийское море, мы сейчас находимся непосредственно на дюнах Эфа. Они названы в честь какого-то известного дюна-исследователя, это такие насыпи из песка, как пустыни, что ли, чтобы вы понимали. Сейчас справа от меня слева Балтийское море, и сегодня тут довольно мерзко, очень холодно, хотя температура плюсовая, но дует очень сильный ветер, очень замерзает быстро. Тем не менее, народ ходит тут, смотрит достопримечательности, кто-то ищет янтарь, ну, я янтарь не нашел, мы нашли вот такой камешек, он тоже нам показался очень красивым, мы решили его забрать на память. Вот, а место действительно красивое, тут даже если посмотреть в ту сторону, в сторону косы, такие какие-то полненькие, весочки, вот это все очень мило выглядит. И летом здесь, конечно, намного благороднее, все зелее, тепло, да и ветер сам, если есть, то темный. Продолжение следует... Продолжение следует...